Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Да, действительно, служба городского хозяйства в Керчи была создана недавно, в мае этого года, но предприятие уже может поделиться первыми успехами. О том, чем занимается организация и о результатах работы за первые полгода, нам сегодня расскажет директор муниципального казенного учреждения Александр Похолков. Александр, доброе утро! Доброе утро! Я знаю, что служба городского хозяйства Керчи занимается сразу несколькими видами деятельности. Это и земляные работы, и предоставление услуг в сфере растениеводства, и также эксплуатация и управление жилого фонда. Расскажите немного подробнее все-таки о работе. Конечно, основные функции, совершенно верно, вы назвали, это две муниципальные услуги. Это выдача разрешения на проведение земляных работ и выдача разрешения на снос зеленых насаждений на территории муниципального образования. Данные функции были переданы управлению жилищно-коммунального хозяйства в наше учреждение. Были нами доработаны в части контроля за выполнением данных работ. Теперь немножко изменилась нормативно-правовая база, изменилась ставка взымаемости восстановительных взносов, снос зеленых насаждений, которая была достаточно низкой. А в части платы за социальный наим жилья, да, это совершенно новое направление, которое, скажем так, было создано практически с нуля. Да, то есть подключены договора с единым расчетным центром по выдаче и оплате за социальный наим жилья. То есть то, что сейчас люди получают платежные квитанции и оплачивают ту услугу за проживание в своем жилом фонде. По поводу земляных работ там что из них? Земляные работы? В части земляных работ данная услуга, она в принципе предоставляется бесплатно, как и любая муниципальная услуга на территории города Керчи. Но изменился механизм контроля за данным действием. То есть если раньше проводились земляные работы, и, скажем так, после выполнения данных работ оставались замечания в части восстановления, как дорожных полотна, зеленых насаждений, то сейчас нашими специалистами каждый ордер при закрытии, он проверяется лично, выезжает, составляются акты фотофиксации. И то есть до момента, если мы не принимаем, нам не нравится то восстановление, те организации, либо физические лица, они не получат полный пакет документов. И, скажем так, не могут спать спокойно и считать, что их восстановительный процесс на этом закончен. Ну, стало немножко жестче, но все идут на встречи и понимают, что да, без этого, наверное, наш город не станет чище, не станет опрятнее, аккуратнее. Да, конечно. Учреждение начало свою работу с 1 мая 2019 года. Вот скажите, на что вы обратили внимание в первую очередь? В первую очередь, наверное, это было набрать штат хороших специалистов, для меня как руководителя, наверное, было самым главным. Ну и в части, наверное, это нормативные базы, потому что любая наша деятельность, она регламентируется законами. Поэтому первые полтора-два месяца мы сидели и писали нормативную базу, скажем так, для той же платы за соцнайм, для того, что у нас есть еще в уставе несколько функций, которые мы наперед прописали для себя. Это, грубо говоря, муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог и взымание платы с больших грузов и опасных грузов. То есть те большие грузы, которые ездят по нашим муниципальным дорогам, они наносят ущерб дорожному полотну. И, конечно, это не может проходить мимо бюджета города Керчи. Это должно быть на платной основе, то есть как во всех городах на территории России в большинстве. Эти функции уже вступили в силу? Нет. В части муниципального контроля нами принято постановление, а вот сам механизм взымания платы и разработки и выдачи разрешения сейчас в написании. Процесс долгий, скажем так, надо очень тщательно к этому подойти. Проводим антикоррупционные экспертизы, направляем в прокуратуру, чтобы всеми органами удовлетворены были все требования, чтобы это было четко, без каких-либо там нюансов. Поэтому до конца года, я думаю, эта задача будет решена. Хорошо. Откуда вообще возникла потребность в Керчи у нас создать подобную службу? Может быть, на это вдохновил опыт других регионов? Ну, наверное, тут в совокупности все. И опыт других регионов. И в связи с тем, что управление жилищно-коммунального хозяйства, как наш, грубо говоря, ГРБС, главный распорядитель бюджетных средств, все функции чисто физически не может эти выполнять, потому что штат людей все-таки имеет... Человеческий ресурс имеет свой предел. А функции очень серьезные, очень обширные, и этим надо заниматься каждый день с утра до вечера. То есть, если в своем учреждении мы отменили приемные дни, стараемся работать с людьми ежедневно, то есть с 8 до 5 в любой день недели можно прийти к нам на Кирова 5, в 300-й кабинет, задать любой интересующий вопрос в части нашей работы, получить консультацию, либо получить разъяснение, почему мы получили квитанции. То есть все, что касается нашей деятельности, мы всегда открыты. Плюс, помимо этого, у нас есть сайт службы городского хозяйства, мы зарегистрированы во всех социальных сетях, то есть обратная связь работает и дистанционно, можно обращаться без каких-либо проблем. Постараемся в максимально короткие сроки ответить и решить проблему граждан. Хорошо, спасибо. И, конечно же, вопрос о том, сколько финансов удалось привнести в казну города за все время работы? Самый интересный, конечно, вопрос для работодателя нашего города. С момента создания, скажем так, основные три момента, которые разделяются до доходность бюджета, это плата за соцснайм, это восстановительная стоимость заснос зеленых насаждений, и то, что сейчас только начинается, это восстановление вреда, ущерба, причиненному объектам дорожного хозяйства. Это снесенные светофоры, снесенные ограждения, ну, то, что, на сожалению, в городе случается. Значит, по социальному найму жилья собрано порядка трех миллионов рублей уже, и, в принципе, на этот год у нас планка где-то 3 300 так и стояла, я думаю, что мы выйдем на те плановые показатели, которые себе ставили. По сносе зеленых насаждений аналогично, это порядка 600 тысяч рублей по всем обращениям. Но тут надо сделать такой акцент, что не каждое разрешение подразумевает под собой плату. То есть, да, действительно, бывает, люди обращаются, либо организация на их территории находится деревья, которые не в удовлетворительном состоянии. Да, мы выдаем разрешение, но мы не взимаем за это плату просто, потому что деревья, да, тоже приходит в свой жизненный цикл, совершается. Поэтому, ну, 600 тысяч, до конца года у нас 700 стоит, тоже мы по этому направлению, думаю, выполним свои обязательства. Мы тоже на это надеемся. Спасибо вам большое за то, что пришли, разъяснили сегодня нашим телезрителям, чем занимается служба городского хозяйства в Керчи. Я думаю, что эта полезная информация обязательно пригодится жителям восточного региона. На этом наша утренняя беседа подходит к концу. Студия, вам слово.